Мы живем в игре. Жизнь вокруг нас игра. Мы игроки, которыми пытаются манипулировать. Жизнь после смерти существует. Начинаем. Всех категорически приветствую, друзья, с вами Ник. Сегодня я вам расскажу, почему я считаю, что жизнь это игра, и почему мы игроки в этой игре. Для начала я хочу сказать, если вы изначально мне не верите и не настроены на то, чтобы мне верить, я попрошу просто закрыть это видео, потому что смысла в этом, в принципе, не будет. Если вы настроены отрицательно и не хотите воспринимать никакую информацию новую, и даже, не знаю, возможно, просто какие-то поблажки себе сделать в этом плане, то смысла вам и просмотра не будет, вам лучше просто закрыть это видео. Если же вы настроены на получение новой информации, вы открыты, и я не заставляю вас ее принимать, вы можете со мной согласиться, вы можете сказать, что я идиот. В принципе, можете это делать в комментариях. Но для начала тем, кто остался, да, кто не закрыл это видео, я попрошу, самое главное, нам нужно абстрагироваться. Абстрагироваться от других теорий, абстрагироваться от богов, абстрагироваться от каких-либо религий. Нам нужно сейчас направить свое мышление только на то, что я буду говорить, и тогда, возможно, вы поймете, про что я говорю, и поддержите эту теорию, или наоборот, ее опровергните. Давайте начнем с небольшого отрицания нашей реальности, в которой мы живем 80 лет, после чего смерть конец. У нас есть какой-то величественный бог, которому поклоняются, но их несколько, и они находятся, в принципе, ну, то есть разделены по народам. Почему я считаю, что это полный идиотизм? Потому что невозможно создать настолько сложную систему, где будет настолько много нейронных связей, настолько много коммуникационных, просто сложнейших связей, и просто посмотрите, как построен мир. Я специально сел на улице, специально сел на природе, чтобы вы погрузились в это и поняли, насколько мир вообще сложен и насколько он интересен. Это было бы очень глупо создавать такой мир ради одной жизни человека, потому что 70, 80, 100 лет это абсолютно ничто во вселенских рамках. И просто поймите, что, во-первых, этот мир по-любому был кем-то создан. Невозможно, чтобы что-то создалось без Творителя. Творитель точно есть и Создатель есть. И я честно верю, что Создатель имеется. Только это не Иисус, не Будда, не Аллах, не другие боги. Так вот, задумайтесь, пожалуйста, какой смысл был создавать вот настолько сложную систему ради такой короткой продолжительности жизни. И осознайте, что ваша жизнь – это жизнь всего лишь тела. То есть, ваше физическое тело, оно, да, живет там, в пределах 100 лет. Но ваша духовность, ваша душа и ваша ментальность, она сохраняется. И она идет дальше пусть. Так об этом мы тоже сегодня говорим про жизнь после смерти. И сейчас мы потихоньку подходим к тому мировидению, про которое я вам сегодня расскажу. Существует высшее лицо, какой-то Создатель, Творитель, который создал не только планету Земля, но и в целом всю Вселенную. В плане Вселенной я подразумеваю, что это гораздо, гораздо, гораздо масштабнее, чем Солнечная Вселенная и гораздо более масштабнее, чем Млечный Путь. То есть, Вселенная – это что-то невероятно мощное. У этого Создателя, конечно же, есть какие-то телегированные лица. Возможно, это наши современные бога. Я не думаю, что действительно бога, в которых мы верим, точнее, большинство людей на Земле верит, это настоящие боги, которые действительно творили в какое-то время. Больше я склоняюсь к тому, что это просто фиктивные, как бы, лица, для того, чтобы у людей создавалась вера во что-то, и они просто не померли на Земле. Но настоящий Создатель остается в неизвестности, и лишь души знают, кто он такой. Вот, как в этом понимании работает мир. Мы с вами, то есть люди, проживающие на планете Земля, наше физическое обличие – это лишь наш скин, лишь наша обложка на именно этой планете. Вообще же мы представляем собой набор из душ, точнее, одну целую полную душу, которая является в общей виде одной частью вот этого гигантского Создателя. Условно, Создатель себя несколько расщепил, для того, чтобы дать жизнь, дать движение в этой Вселенной. Мы идем дальше. Если мы пришли к тому, что мы души, мы не люди, мы души, а человеческий облик – это лишь наш скин, это говорит о том, что мы можем проживать не только на планете Земля. Это абсолютно верно. Я считаю, что это многоуровневая система, многомиллионно уровневая система, где существуют далеко не планеты, не только планеты, я хотел сказать, не только планеты, но планеты в том числе, и мы, как души, сможем вселяться и проживать жизни многих созданий, тем самым получая опыт и идя по своей какой-то лестнице. Итак, мы пришли к форме видения, что есть один большой создатель, большое количество душ, но не нужно думать, что душа, она настолько маленькая и ни в чем. Каждая душа, она невероятно ценна, потому что она является частью единого создателя. И сейчас, проживая на планете Земля, мы проживаем лишь одну часть нашей гигантской жизни, нашей гигантской жизни души. И условно, если говорить на каком-то таком геймерском сленге, то это условно, что мы зашли на сервер, мы души, мы зашли на сервер, но на сервере такие условия, что мы обязаны забыть наше прошлое. То есть, пока мы играем в эту игру, пока мы находимся на планете Земля в теле физических людей, мы забываем про то, что мы настоящие души, то человечество это не что-то просто левое от нас, а что мы являемся человечеством. Это очень важно. Просто я вам скажу так, это очень важно с той точки зрения, что если вы поймете этот принцип, тогда все проблемы в жизни вам будут казаться совершенно никчемными, и вы гораздо легче их будете переносить за счет того, что это всего лишь земные проблемы. Вы целая душа. Душа гораздо выше, чем вся планета Земля со всеми этими физическими мешками вместе взятыми. Физические мешки ничего не стоят. Душа стоит бесконечности. В принципе, так мы подошли к заключению этого видео. Заключим. Единый создатель. Мы души. Мы не люди. Мы души, которые проживаем жизнь в теле человека. Жизнь после смерти существует, но вряд ли в теле человека. Возможно, есть теория, что на Земле у нас есть необходимая миссия, и вселяясь в тело человека, мы должны найти эту миссию и осуществить ее. Лишь осуществив эту миссию, мы пойдем дальше по нашему пути души. Если же мы ее не осуществим, нам нужно будет реинкарнироваться и прожить жизнь заново. И так до бесконечности, пока мы не пройдем эту миссию и не осуществим план. Но это, так как бы, одна из теорий. Спасибо большое. Будет очень интересно почитать, что вы думаете по поводу этой теории в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok